Привет, дорогие друзья! Хочу сообщить вам новость. Вы помните отважного националиста нации, Регера, Арийца, который любил зиговать и любил смеяться. Он смеялся постоянно, тыкал средний палец, ну и показывал всем своим видом, что ему плевать, собственно, на то, что он находится под судом, под следствием и так далее. А я дал определенного рода обещания, их было два. Первое обещание, что он сядет. Вчера его под конвоем доставили для ознакомления с обвинительным актом. Он долго не хотел с ним знакомиться, сказывался больным, он находился дома под домашним арестом, его под конвоем доставили и он ознакомился. Часть 2 статьи 296, часть 4 статьи 296 и 171 статья. Все, дело передано в суд и я полагаю от 5 и выше. Второе мое обещание касалось того, что сидеть он будет плохо, очень-очень плохо. Регер может пока что еще посмеяться. Его коллегам, всем друзьям, которые также пытались нападать на наших людей, я передаю горячий привет. Медленно, но уверенно. Знаете, как говорится, было весело, но вчера. Вот, я не любитель вот этих вот комментариев, что там пишут, там, петушиный угол, все такое, это по закону. Он должен сидеть по закону, но я обещаю, что сидеть он будет плохо. Ну, а по поводу петухов теперь, вот этих всех ориентаций, знаете, я очень доволен тем, что у нас получается заставлять даже тех людей, которые ни хрена не делают для народа, а только пиарятся, что-то начинать делать. Друзі, самое главное в такий складный час – это взаимная допомога. Вот такой, вспомнил. Алексей, любимая болонка Порошенко. Это общество, которое объединено, которое помогает тем, кто в этом имеет необходимость. Слеза пошла бы. Вот если бы слеза покатилась, было бы намного круче, Леша. И тому мы с Петром Обуховым створили платформу интернет-ресурс «Солидарность». Мы створили, да, я не знаю, какую ООН принимал участие в створении, собственно, но, наверное, название предложил. «Солидарность». Хорошо, что не «Солидарность» Порошенко или там Гончаренко и так далее. Теперь смотрите, что еще. Они же не стоят на месте, вот Порошенковская вся эта братия, они на месте не стоят, они идут в ногу со временем, даже если время отстало. Смотрите, вот это вот американский, американский вариант караоке в машине, в автомобиле. Вот это вот российский вариант. Да, ну то есть, это уже давняя история все, и тут внезапно Алексей на канале Порошенко. Пешком, пешком в основном. Кстати, в основном он даже пешком ходит из Одессы в Киев, из Киева в Одессу, да? Правда, на округе его очень давно не видели, очень давно. Алексей, вернитесь на округ, хотя бы пешком. И да, они решили... Смотрите, в связи с этим позором, у меня предложение к каналу Порошенко и вообще к его пиарщикам, вот ко всем этим мудрецам, да? Давайте что-нибудь такое совсем свежее на канале. И вновь выбери капитал шоу Поле Чудес в финал. Ну, вы представляете, да, насколько свежо будет вот так вот это все выглядеть, очень, очень хорошо. Здесь музыкальная пауза специально для Алексея с его округа. Там люди, дело в том, что его избрали. Помните, я вам показывал его округ? И людей, которые говорили, что они его видят по телевизору, ну, по телевизору видели, да? Я показывал вам, что там на самом деле лунные пейзажи и все такое. Давайте под музыку, ну, чтобы веселей было. Звучит музыка. Звучит музыка. И все это на фоне того, что вот, знаете, есть такая депутатша, давайте депутатша, пташник Виктория Юрьевна. Она в 2014 году зашла от самопомощи, потом начала метаться, метаться, пошла от голоса, не прошла, пошла от Европейской Солидарности и тоже не прошла. Дело в том, что Алексей Гончаренко ее как раз-таки пиарил. Ну, вместе с ней приезжал и говорил, изберите ее от Европейской Солидарности, люди ее не избрали. Но обещали, что они, что мы постоянно будем общаться. Вот у вас губернатор, он с вами не общается. А мы будем постоянно общаться, все ваши проблемы будем решать. Кучер не был после того, как стал губернатором. А мы вот уже у вас. Давайте, давайте ваши проблемы. Сейчас просто выборы, нам ваши проблемы очень важны. Мы сможем бороться за интересы округа. Вас питания впевнены, багато, багато этих питаний. Я сам депутат мажоритарных, мой округ, это південь чудесный. Будем бороться, как я у себя на округе борюсь, так и здесь будем бороться. Все поборем. Главное, чтобы это все было весело и с песней, да? Мы працюем там, где мы пройшли. Мы в округах приезжаем, працюем с людьми. И я гарантую, я знаю, что Виктория будет это тоже делать. Как Леша делал, так и Виктория. Но Виктория пошла теперь погулять, потому что ее не избрали. А Леша делает на округе. Делает много. Вот это мы вам можем пообещать, что будем, что не сникнем, что вы найдете нас. И это мы можем пообещать, если наша коллега тут будет народным депутатом. Да, да, да. Смотрите, я надеюсь, что таким образом мы его заставим и на округе тоже работать. Приезжать туда, хоть что-то делать. Вот эти заброшенные кинотеатры, наводить порядок, хоть какой-то. Хоть что-то там сделать. Дорогу, хоть какую-то сделать. Пусть украдет 40%, да, как там говорят на детских площадках. Но пусть хоть что-то сделает. А пока что, любителям Алексея, у них кастрюли на головах, они дякают, ему говорят, ой, ты такой молодец. Они же любители еще и Майдана при этом. Вот я не любитель Майдана, а они любители. Я хочу кое-что напомнить этим тупорезам. Причем напомню я это при помощи Думска. Думска это сайт Алексея. Одесские регионалы призвали Януковича принять самые жесткие меры по наведению порядка. 21 января депутатская фракция партии регионов Одесского областного совета обратилась к главе государства с просьбой принять самые жесткие меры по наведению порядка и восстановлению законности в стране. И что здесь? Лидеры оппозиции, формально заявляя о том, что протесты носят якобы мирный характер, в реальности уже не в состоянии контролировать взбудраженное. Массы людей. Так, идут бои с применением оружия против правоохранителей. Уже пострадали десятки правоохранителей и мирных граждан. Боевики громят город, жгут коммунальный, государственный и частный транспорт. Попавшие в руки защитники законности подвергаются унижениям, жестоким избиениям и пыткам. Развернута беспрецедентная информационная кампания против правоохранителей. Заигравшиеся политики при активной поддержке своих зарубежных кураторов фактически требуют разрушения самой Украины. Мы обращаемся к президенту и призываем навести наконец-то порядок. Янукович, давай. Там и все. Слушайте, может быть Гончаренко не имел к этому отношения? Имел. Потому что выскочил он из партии регионов, почувствовав ветер перемен только 19 февраля. А являлся он первый зам председателя облсовета. То бишь, это заявление без него никак не обошлось бы. Ну и на его сайте оно размещено. Ай ты, Леша. Но когда казалось, что всему конец, что все рушится, тут же главное переформатироваться. Как говорил Алексей. Если у кого-то что-то не получится, не огорчайтесь. В следующий раз будет лучше. Главное, продолжайте жить, продолжайте танцевать. Продолжайте танцевать. В следующий раз будет лучше. На самом деле, в следующий раз лучше. Тупых кастрюлей оказалось обвести вокруг пальца на раз. И они теперь ходят дякую, дякую своих пропуканных шароварах. Ну а вот здесь вот, смотрите, день студентов. Победил гравитацию, устроили русские забавы. Алексей Гончаренко устроил там русские забавы. А он, я вам скажу, вообще такой забавник. Вот здесь одесские ветераны. Смотрите, в честь Дня Победы угощали их дорогие рестораны. Кто здесь у нас? О, Леша Анчаренко и ветераны. Не знаю, какой, правда, войны. А, знаю. Войны с одесситами. Папа Костусев. Папа. Говорит, не общаюсь, говорит, с папой. Боловник ты, Леша. А вот здесь Леша защищал как раз-таки Одессу от националиста. Смотрите, Тегнебок. После яичной атаки, это они яйцами забросали Тегнебока, он отступил. Против национализма. Алексей Гончаренко. Вперед, Леша, давай. Позже этих людей стали называть тетушками. Сам же Леша начал называть, да? А тогда вот он с этими людьми там отстаивал, там все. А танцует на самом деле хорошо. Трибуну сменил стол, а после дворик. Уже в неформальной обстановке гостей развлекали подрусские народные. Смотри, смотри, душа моя, смыла. Вот такой, хотя не вот такой, а вот так, вот так, да. Потому что говорят, это День России. День России празднует Алексей Гончаренко, но потом, говорит, будет День Украинской Конституции. Праздник тоже достаточно значим. Официальный прием по случаю Дня России закончился. Впереди День Конституции Украины. Не менее значимое событие. Меня это порадовало. Не менее все-таки значимое событие. Смотрите, для меня не менее значимое событие, это то, что Алексея Гончаренко, я уже начал, ну вот, опасаться за Петра Порошенко, Алексея Гончаренко начинают, ну, слишком активно как-то пиарить в Европейской Солидарности. Мне кажется, что Петр Алексеевич вполне возможно сменил таки ориентацию. Такое бывает под воздействием внешних всяких там признаков там и всего. Такое, знаете, психическая вот эта вот атака, нервы не выдержали, и вдруг сменилась ориентация. Очень часто такое бывает. Был случай даже с, по-моему, папой Ким Кардашьян. Там он тоже что-то сменил и стал мамой. И, знаете, теперь у Ким, как говорится, две мамы. В общем, что-то с Петром Алексеевичем не то. И он везде тулит вот этого Джейара, да. Но Джейар такой замазанный. Что-то не последнее наше видео, ему посвященное, конечно. А вот это вот мы в Одесской области просто помогаем медикам. Ну, у меня все. Доброе утро. Это с работы или на работу? Пожалуйста, просим. Это сильно повлияло на ритм работы, на режим. Ничего, как бы вот так и есть. В принципе, как бы вот так и есть. Как работаем, так и хорошо мы. Свою работу выполняем, что требуем, делаем. А что, ради бога. Единственное, что добираться стало, да, из-за этого. Доброе утро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!